Приветствую вас, дорогие братья и сёстры! Меня зовут Отец Андрей, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. Сегодня нам задали такие вопросы. Существует ли порча? Среди людей очень часто можно встретить такую фразу. «На меня навели порчу» или «на нём порча». Что такое вообще порча? Испытывает ли человек какие-то дурные влияния духовные? Дело в том, что действительно существует духовный мир, и духовные силы бывают не только добрыми, как то ангелы, но и злыми, как бесы или же сам дьявол. Но есть такое однозначное мнение, что тем больше человек подвержен дурному духовному влиянию, чем дальше он сам от Бога. Поэтому, чтобы быть с Богом и не бояться порчи, есть она или нет в конкретном случае, нужно всегда быть с Богом. Нужно молиться Ему, нужно регулярно исповедаться, причащаться святых тела и крови Христовых, и знать, что сильнее Бога нету никого. Когда христианин со Христом, то никто и ничто не может нанести Ему духовный вред. Всегда ли Господь слышит человека? Есть такое понимание о том, что Бог вездесущ и всезнающий. Это говорит о том, что Бог не может не слышать человека. Господь слышит не только молитву человека, но и каждый помысел, каждую мысль, которую человек только имеет в своем сердце, и даже ее еще не высказал. Но важно отметить, что Господь не всегда и отвечает на молитвы. Иногда должно пройти время. Иногда бывает так, что мы просим, не осознавая последствий просимого. Иногда бывает так, что нам необходима помощь, но не в данный момент. И верующие люди, конечно, имеют право просить у Бога о чем-то, но вместе с тем благочестивые люди всегда к своей просьбе прибавляют такую фразу «Да будет воля Твоя, Господи!» Это означает то, что мы просим у Бога чего-то, но говорим так «Если Тебе угодно, Боже, то дай мне просимое, а если нет, то устрой все так, как Тебе виднее, потому что Ты знаешь больше, Ты всеведущий Господь, а я человек, который может что-то не понимать, чего-то не знать и чего-то не мочь предвидеть». Какую молитву читать от кошмаров? Действительно, сны бывают очень неприятными. И хоть православным христианам настоятельно рекомендуется не обращать внимание на сны, не ориентироваться на них, не пытаться уловить какой-то смысл в сновидениях, но, согласитесь, неприятно просыпаться от кошмарного сна, что же тогда делать? Прежде всего, нужно всегда быть с Богом, обращаться к Нему в молитвах, настраивать себя на добрые мысли. В духовной литературе мы находим такую мысль, что дела и слова начинаются с мыслей. Поэтому, чтобы были в нашей жизни добрые поступки, чтобы из наших уст исходили добрые слова, нужно иметь добрые мысли, позитивные мысли, мысли, направленные на благо не только окружающих, но и нас самих. Поэтому, когда в нашем сердце будет место только для доброго, только для светлого, только для позитивного, то и ночью в сновидениях злому и кошмарному не будет места. Если дал обещание Богу взамен просьбы, но его не исполнил, что делать? Действительно, обещание или, как говорят по церковному, обеты Богу – это очень серьезная тема. Часто, находясь в каких-то жизненных трудных обстоятельствах, человек просит Божьей помощи и настолько хочет, чтобы Господь помог, что дает обещание и обязуется его исполнить во что бы то ни стало. Духовный обет действительно предполагает его исполнение. Но нужно помнить, что далеко не все и не всегда в наших силах. Поэтому, обещая Богу о чем-то серьезном, мы должны прежде всего подумать, а сможем ли мы в обозримом будущем это выполнить? Порой лучше не обещать Богу, а сказать в молитве – «Господи, сделаю все, что в моих силах». Потому что, когда мы даем обет, это предполагает его исполнение. Но если же все-таки так получилось, что в какой-то момент, находясь в тяжелой ситуации, мы дали обет, а сейчас не можем его исполнить, то нужно об этом искренне сказать Богу в молитве, искренне рассказать об этом на исповеди священнику и сказать Господу – «Господи, дал обет, но не имею сил исполнить. Прости меня грешного и помоги мне сделать все то доброе, что в моих силах». А Господь по своему милосердию прощает всякие грехи человека и всякие его слабости и помогает ему укрепиться и дальше двигаться в духовной жизни. Как часто нужно ходить в церковь? Хождение в храм – это действительно важная часть духовной жизни христианина, но далеко не единственная. Оставаться с Богом нужно всегда, не только в стенах храма, но и на пути из храма домой, во всех наших житейских делах, на работе и дома, в сердце всегда помнить, что Господь рядом, а мы – христиане, то есть Его ученики. Но все же время от времени верующие люди собираются в храм для совместной молитвы, для участия в праздничном богослужении и для причащения тела и крови Христовых. И в этом смысле верующий человек старается бывать в храме как минимум в воскресный день, который для христианина является днем особым, потому что напоминает о Пасхе Господней, о дне, в которой Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. Но также, когда бывают большие праздники, великие двунадесятые праздники, как, например, Рождество Христово или Преображение Господня, то если имеется такая возможность, то верующий человек тоже старается быть в храме на праздничном богослужении. Дорогие братья и сестры, смело пишите ваши вопросы в комментарии под этим видео, а мы постараемся на них ответить и рассказать вам о важных особенностях православной духовной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова